Это шестой Митя. Интеллектуальный турнир давно стал визитной карточкой второй Котловской школы. Всего семь команд. По одной из Котлоса, Коряжем и Красноборского, Велиготского, Великоустюгского районов. И две сборные из города Вельска. В каждой команде по 12 человек. Это ученики вторых, третьих и четвертых классов. Попасть на Митю им непросто. Каждая территория сначала проводит муниципальный отборочный тур. И только те, кто его успешно преодолевают, получают возможность показать себя на межрегиональном турнире. Я сама лично привожу команду в пятый год. И опыт предыдущих лет показывает, что детям, конечно, сложно. Сложно с какой точки зрения, что формулировка заданий немножко отличается от тех, к каким они привыкли. То есть немножко нетрадиционная формулировка заданий. Но вот я думаю, вот эти дети, которые приехали в этом году, они будут более успешными. Надеюсь, по крайней мере. Всего дисциплин четыре. Литературное чтение, русский язык, математика и окружающий мир. Непростые задания готовят к отласке учителя. Участники городского профессионального объединения «Одаренные дети». Эти творческие люди точно знают, каких результатов ждать от детей, участвующих в МИТе. Во-первых, креативное мышление ребенка – это раз. Дальше интеллектуальный потенциал – это два. Ну и, конечно же, дети у нас из года в год, они наращивают свой интеллектуальный потенциал. Некоторые ребятки уже участвуют не первый год, а второй, например, третий. То есть они уже даже на своем уровне растут. Ответы на вопросы Олимпиады заняли около двух часов. Вот долгожданный момент. Объявление результатов Олимпиады. Итоги подведены вдоль и поперек. По параллелям, по предметам, по муниципальным образованиям, в личном зачете. Так что без диплома и общего признания не остался ни один участник МИТи. В общекомандном результате места распределились так. Победа у команды Котласа, второй показатель у Коряжемской сборной, замкнула призовую тройку Вельская школа номер 4. Любопытно, что итоги турнира в Котласе складывают не в кубышку. Имена лучших вносятся в школьные и общегородской банки данных одаренных детей.